Семья – это неотъемлемая часть общества, которая способствует формированию гармоничной личности. Без нее человек становится одиноким, оторванным от общества. Каждому хочется, чтобы дома его ждали близкие и любимые люди, поддерживали и давали чувство опоры. Сегодня библиотека номер 10 имени Федора Абрамова предлагает вашему вниманию подборку книг о семье и семейных ценностях. Начнем с цикла Натальи Нестеровой «Жеребий праведных грешниц». Это великолепный роман, очень легко читается, очень захватывающий сюжет. Этакая сага или жизнь страны через одну семью. Гордые люди, гордость страны, независимая от смены эпох и времен. Когда слушаешь рассказы бабушек и прабабушек о том, как жили раньше, почему-то это представляется не слишком ясно. Знаешь, какие это факты, но полная картинка не вырисовывается. Зато, когда читаешь художественные произведения, написанные умелой рукой, можно погрузиться в эпоху и понять, что же на самом деле происходило много лет назад. У писательницы Натальи Нестеровой хорошо получается передать атмосферу XX века в своих произведениях. Герои ее романов становятся словно родные, а время описываемых событий хорошо знакомым. Первая книга «Сибиряки» переносит читателей в нелегкое для нашей страны время в 20-е годы XX века. Это время, когда одна часть населения готова была принять новую советскую власть, а другая всеми силами хотела сохранить старое. Однако сделать это было очень сложно. Тогда люди испытывали сильный стресс. В любой момент они могли потерять все нажитое. Им казалось, что жизнь разрушена. Писательница представляет в книге историю одной сибирской семьи, на примере которой ярко виден быт, обычаи и традиции, мировоззрение людей. Атмосферой полностью проникаешься. Ведь писательнице не только хорошо удалось описать подробности повседневной жизни сибиряков, но и их речь, особенности общения. Узнаешь много нового и интересного. И хотя то было нелегкое время, все же в каждой семье было место чему-то хорошему, светлому и чистому. Анфиса всегда родила за благополучие своей семьи. Она старалась, чтобы все было устроено лучшим образом, чтобы был мир и достаток. Ее дом всегда был полной чашей. Но сын женщины принял идеи новой власти, стал руководителем. И у него другие приоритеты. И, может, все бы было терпимо, но когда Анфиса узнала, что сын сам выбрал себе жену, да к тому же бесприданного, это стало последней каплей. В книге отражены сложные отношения между родителями и детьми, между свекровью и невесткой, братьями, сестрами, обилие характеров, множество настроений, целая палитра чувств и эмоций, присущих темпераментным сибирякам. И все это на фоне меняющейся политической и общественной обстановки в стране. В эпоху великих перемен невозможно отсидеться в собственном отдельном мирке. Даже если семья или отдельный человек стараются не участвовать в исторических событиях, все равно ход мировой истории заставит их сделать это. Однако даже в самые суровые времена у людей остается выбор. Книга «Жребий праведных грешниц. Стать огнем» Натальи Нестеровой – это рассказ о таком выборе, а также о любви и семейном тепле, которые способны противостоять человеческой ненависти, могут даже в самых сложных условиях согреть близких людей и озарить их путь. 20-е-30-е годы XX века. Сибирь. Семью медведевых коренных сибиряков настигает страшное несчастье, ведь новая власть решила признать ее кулацкой и раскулачить. Члены семьи покидают родной дом, который теперь им не принадлежит. Эти места помнят счастливые моменты их жизни и хранят тайны, которые тщательно спрятаны. Все члены семьи идут в новый путь. Большинство из них отправляются в ссылку в гиблые, необжитные места. Здесь долго не живут не только ссыльные, но и их надзиратели. Всю тяжесть ссылки на себе выносят дети властной Анфисы Турки – Степан, Просковья, Петр и Марфа, Нюраня. Им предстоит бороться с голодом и холодом, обустраивать свой быт на новом месте, отстаивать свое право на жизнь, озлобиться, проникнуться ненавистью к своим поклонникам, палачам и всем окружающим и лишь же сохранить человечность. Этот выбор предстоит сделать каждому из Медведевых. И от этого зависит их дальнейшая судьба. Великая Отечественная война, блокада Ленинграда. Семью Медведевых ждут тяжелейшие жизненные испытания. Череда обретений и утрат. Им предстоит познать беспредельную силу духа, хлебнуть немало горя. Эта книга – книга о силе и слабости человеческой, о самопожертвовании и женской любви, которая встает как проклятие или благословение, разрывает связи с близкими людьми и уничтожает надежду на будущее, но помогает выстоять в войне против жестокого врага, ибо дает любящей женщине колоссальную силу. Жизнь героев романа, как жизнь миллионов людей, уложилась в исторические рамки бытия советского государства. Наследники Четвертая, завершающая часть масштабного исторического повествования, но в то же время очень грустный и при этом невероятно жизнеутверждающий рассказ о людях, которых угораздило родиться в интересное время, а в нашей нескучной стране. Тончайшие нити человеческих судеб переплетаются, запутываются, рвутся, но в конечном итоге обретают такую прочность, которую не смогло разорвать даже время. В этих историях можно увидеть, как продолжалась жизнь героев, когда память о недавнем кровопролитии и жестокости еще была свежа. Кому-то из героев уделяется больше внимания, но даже если о других сказано совсем немного, этого достаточно, чтобы нарисовать картину событий в своем сознании. Причудливо переплетаются нити человеческих судеб. Здесь есть и печальные, и радостные моменты. Не все идет гладко, но в жизни так и случается. Писательница показывает взгляд на жизнь разных людей. Понимаешь, что происходит в их душах и сердцах. Проникаешься, сопереживаешь и с чувством глубокого удовлетворения завершаешь чтение этой семейной саги. Наполеон дал приказ своим войскам отступать из Москвы 19 октября 1812 года. 26 декабря, чуть больше, чем через два месяца, французы покинули территорию России. Добавим, что это было не бегство по прямой. Наполеон маневрировал, дал нашим войскам несколько сражений и все равно покинул Россию вместе со своим войском. За два месяца. С обозами и прочим. Трилогия Дины Рубиной и Наполеона Фабос писалась несколько лет, а объемами приближается к войне и миру. Удерживать внимание читателя на таком объеме сложно, а хватить еще сложнее. Так что пойдем по порядку. Первая книга «Рябиновый клин». Какой будет история твоей жизни, никогда не предугадаешь. Можно только оглянуться назад и рассказать о том, что уже случилось. Но какие сюрпризы ждут тебя еще впереди? Может, у тебя еще будет один шанс стать счастливой? А может, тебя ждет всего лишь напоминание о прежних переживаниях? Когда читаешь книгу Дину Рубиной Наполеона Фабос «Рябиновый клин», кажется, что ты проживаешь целые жизни, жизни героев этой книги. Все они получились объемными, харизматичными, со своими непростыми судьбами. И писательница так умело описывает их чувства, что ты сам начинаешь испытывать то же самое. Это первая книга серии Наполеона Фабос, в которой писательница неспешно знакомит читателей с главной героиней романа. Она начинает рассказ об истории любви. И пока непонятно, что произошло. Пока есть возможность узнать только о жизни надежды. Повествование немного похоже на сборник рассказов. Часть обрывков посвящена настоящему, другая часть – прошлому. И лишь позже, понимая, что эти истории связаны между собой, есть в книге очень яркий второстепенный персонаж, хотя он выделяется настолько, что его никак не хочется считать второстепенным. Это Изюм, который постоянно придумывает что-то необычное, забавное, удивительное. Он придумывает новые слова, делает всякие интересные вещи. Читая о его приключениях, приходится смеяться в голос. В романе есть нецензурная лексика. Но во время чтения понимаешь, что каждое слово находится на своем месте. Нет ничего лишнего. Немного детективной линии делает роман еще более интересным. А ответы на многие вопросы читателей смогут получить только прочитав вторую и третью части цикла. Вторая книга «Белые лошади». Иногда просто не понимаешь, почему все происходит так, как происходит. Жизнь очень несправедлива. И порой приходится страдать, хотя тебе не за что было быть наказанным. Как же так? Этим вопросом читатели будут задаваться во время чтения второй книги «Белые лошади». В большей степени он вызывает недоумение и сочувствие к героям. Недоумение тем, насколько все может быть сложно и непредсказуемо, насколько тяжелыми могут быть судьбы людей. Это вторая книга, и она получилась еще более насыщенной и наполненной смыслом. Если вначале писательница в большей степени только знакомила читателей с героями, то теперь их судьбы стали раскрываться, а поступки получили объяснение. Любовь Аристарха и Надежды можно назвать любовью с большой буквы. Это глубокое и искреннее чувство, зародившееся в их сердцах. Но им выпадает такое количество потрясений, боли, предательства и несправедливости, что не каждый смог бы выстоять. Они оба сильные личности, но судьба разводит их в разные стороны. Теперь они идут каждой своей тропой, оставаясь одинокими, переживающими боль внутри. И кто знает, может быть, их тропинки однажды снова пересекутся или соединятся в одну. В книге также получают раскрытие истории Аристарха Бугеро, бывшего офицером Наполеоновской армии и жившего в России. И оказывается, что эта история еще совсем не закончилась. Роман получился трогательным, лиричным, болезненным. В нем меньше юмора, чем в первой книге, больше драматизма, больше чувств, переживаний. Писательница из мелочей, небольших деталей и подробностей с помощью изумительно красивого языка создает удивительно яркие картины жизни. И ты, Паниоле, задумываешься о том, как все бывает сложно и несправедливо, настолько, что ком встает в горле, и еще долго сидишь после чтения, глядя куда-то в пустоту. Третья книга «Ангельский рожок». Жизни Надежды и Аристарха наконец-то страстно и мгновенно срослись в единое целое, запылали огненным швом, словно и не было 25-летней горькой шекспировской разлуки, будто не имелась за спиной у каждого огромная ноша тяжкого и порой страшного опыта. Нет, была, конечно. Надежда в лихие 90-е пыталась строить свой издательский бизнес. Аристарх сам себя заточил на докторскую службу в израильскую тюрьму. Орфей и Евредиков встретились, чтобы вновь разлучиться. Давняя семейная история, связанная с наследством наполеоновского офицера Аристарха Бугеро, обернулась поистине монте-кристофской трагической развязкой. «Женщины Лазаря» – одно из лучших произведений современной русской писательницы Марины Степновой. Ее язык повествования оригинален, ироничен, местами циничен и в то же время очень красив. Это замечательный роман, который западает в душу каждого, кто с ним знакомится. Вся книга построена на теме любви и нелюбви. Здесь можно встретить и то, и другое, как и в жизни. А герои этого романа кажутся вполне реальными людьми. События книги охватывают долгий период длиной почти в сотню лет. Это не совсем обычная семейная сага. Писательница рассказывает о главном герое Лазаре, ученом-гении и о женщинах, жизни которых были с ним связаны тем или иным образом. Все они разные и сыграли разную роль в жизни самого гения. Герой романа вызывает самые противоречивые эмоции. Один и тот же человек может вызвать и сочувствие, и осуждение. Но такова человеческая натура. Есть не только хорошее, но и отрицательное. Главный герой романа – из тех людей, которым прощалось многое за талант и гениальность. Всю жизнь он был избалован вниманием, похвалами и наградами, но так и не смог обрести личное счастье. В его жизни были три женщины, которых он никогда не забудет. С одной он никогда не смог быть рядом, другая не смогла оценить то, что он делал для нее, а третья – его близкий друг. Кому-то из них семейная жизнь была бы не мила, а кому-то место у плиты было бы дороже любой известности. И всех их связывает один человек. Проникновенная история которого заложена на страницах этой книги. История, описанная в книге Людмилы Улицкой «Лестница Якова», очень знакома самой писательнице. Она основана на реально существующих письмах дедушки и бабушки Людмилы Улицкой. Эти письма, которые однажды попали в руки к писательнице и натолкнули ее на создание романа. Он описывает историю одной семьи на протяжении нескольких поколений и долиной более сотни лет. Нора – молодая девушка, своенравная и эмоциональная. Она работает в театре художником. Девушка преданно любит одного мужчину, но замужем за другим. Когда умирает бабушка, то Нора находит у нее письма от дедушки. Яков был очень умным, талантливым мужчиной, имел образование экономиста, писал музыку и стихи, любил читать. Библиотека дедушки насчитывала сотни книг. Сама Нора видела деда лишь однажды, а все остальное знала из рассказов. Но понять, насколько они похожи, девушка не могла, только когда прочитала его письма. Яков всю жизнь глубоко уважал и любил свою жену. Находясь в ссылке в лагерях, он писал письма любимой женщине. Через годы и трудности, через боль и лишения он пронес свою любовь. Он писал до того времени, пока бабушка Норы ему позволяла это. Вскоре она охладела к нему и произошел разлад. Пусть и не по документам, а в письмах. Но если нет чувств, то это уже нельзя назвать семьей. Но даже после этого Яков ни в чем не винит дорогую сердцу женщину. Читая, Нора видит, как наяву всю жизнь своего деда и других людей. Она узнает много нового, переосмысливает свою жизнь, задумывается о многих вещах. На протяжении всего романа нужно увидеть, как менялся окружающий мир, общественные нормы, как менялись люди и их представления. Книга заставляет увидеть тех людей, которые проходили через трудности войны, потери, но при этом не теряли любви и веры в лучшие. Нарине Абгарян. Современная армянская писательница, которая в своих произведениях рассказывает об особенностях армянской жизни, о детстве, семейном тепле. Одной из таких книг является «Люди, которые всегда со мной». В книге рассказывается о жизни нескольких поколений одной семьи. События описаны со стороны девочки, которая, если и не жила в описываемый период, то помнит, что ей рассказывали об этом взрослые. Повествование нелинейно. Читатель перемещается из настоящего в прошлое, из того прошлого в будущее, которое для настоящего все же является прошлым. Жизнь мамы Веры, бабушки Таты, прабабушки Тамар складываются из мелких деталей в историю одного рода. Их окружают другие члены семьи, близкие друзья, которые принимают участие в их судьбах, сплетая все воедино. Эти женщины помнят многое. На их долю выпало немало трудностей. Они жили во времена турецкого геноцида, прошли через лишения Второй мировой войны, боролись с голодами, болезнями. Порой они думали лишь о том, чтобы не умереть. Эта семья не раз сталкивалась со смертью. И это были не только люди преклонного возраста, но и недавно рожденные дети, и близкие, жизни которых забрала война. Но несмотря на все сложности и лишения, души этих людей не очерствели. Они сумели сохранить тепло и любовь. Эта книга расскажет о том, как родные люди поддерживали друг друга, помогали, как вместе боролись с трудностями. Здесь есть и не по-детски наивные описания жизни, которые вдохновляют, дарят надежду. Читая, задумываешься о том, что темные периоды есть в жизни каждой семьи, и большое значение имеет, как они будут их преодолевать. И ведь даже в самое темное время нужно сохранить светлые чувства, любовь, доброту. Они-то и помогут справиться со всеми проблемами и ощутить вкус счастья. Возможно, книги о семье и семейных ценностях, которые вы решите прочесть, будут вам не только интересны, но и уберегут вас от необдуманных поступков и сгорячо сказанных слов. Ведь в конечном итоге именно семья является надежным оплотом для многих. Спасибо за внимание.